В Елабужском институте КФУ состоялась презентация студенческих научных кружков. Руководители кружков и студенты-активисты со всех отделений рассказали о своей деятельности, а также о имеющихся результатах и достижениях. Тематика кружков охватывает все научные направления вуза – педагогическое, экономическое, историческое, физкультурно-спортивное, инженерно-техническое и другие. Я выбрал кружок «Студенческий здоровый образ жизни», потому что я очень хорошо и позитивно отношусь к спорту. Вот, получается, мне выдали футболочку, а к ней – эмблемочку. Наука – это круто! Мы представляем сегодня кружок для иностранных студентов. Это даже не кружок, это клуб для иностранных студентов. Называется он «О русском на русском. Интересно». Вся деятельность направлена на то, чтобы отрабатывать артикуляционные орфоэпические навыки, расширять словарный запас и активный, и пассивный, отрабатывать грамматические нормы и синтаксические конструкции, то есть сделать нашу речь более уверенной, богатой, красивой. Среди научных объединений есть как новые, открывшиеся в этом году, например, клуб мышления или визуальный дизайн, так и уже опытные, работающие не первый год. Такие, как конструкторское бюро «Эврика», археологический кружок или школа экскурсоводов. Наш кружок называется «Школа экскурсоводов». Ежегодно мы проводим до 40 экскурсий для гостей университета, но для того, чтобы эту экскурсию подготовить, каждый студент занимается серьезным научным исследованием. Ну, например, мы изучаем повседневность воспитанниц епархиального училища, и это очень помогает в проведении экскурсий. Наш кружок называется «Пороса науки». Конечно же, мы научной деятельностью занимались уже с первого курса, но как кружок он сформировался в прошлом году, то есть наш кружок еще молодой. В данном кружке мы разбираем вопросы, связанные с научными статьями, также разбираем вопросы, которые связаны с журналистикой. Всего в Елабужском институте в рамках проекта «Третья смена» функционирует 20 научных объединений. Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.